Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Я хочу в этом видео ответить на ваши вопросы. Какие-то вопросы вы задаете в моем телеграм-канале. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. У нас там действительно очень интересно и живо. Какие-то вопросы вы задаете на консультациях. А о чем-то я сама вам обещала рассказать. Например, о своем опыте инъекционной карбокситерапии. Поэтому давайте по порядку обо всем поговорим. У нас будет всего несколько вопросов, на самом деле. Я надеюсь, что это видео не будет супер долгим. Но я думаю, что вопросы будут важны и актуальны. Вопрос, который я практически получаю каждую консультацию. Но уж через консультацию, так это точно. Нужно ли покупать приборы для ультразвуковой чистки лица? Нужно ли это в домашних условиях? Отличается ли это от чистки в кабинете косметолога? И чем вообще все эти аппараты отличаются друг от друга? Они отличаются по цене? Стоит ли переплачивать и так далее? Давайте на примерах, наверное, мы на этот вопрос и ответим. Я взяла три аппарата для разбора. Это GES Charms, GES Exotic и Ready Skin Diva. Начнем мы вот с такого вот прекрасного малыша, который называется GES Charm. Я в свое время вам говорила, что инновация этого прибора заключается в том, что по крайней мере для меня это первый прибор, который мне попался со сменными насадками. И тот факт, что у него сменные насадки и одна из них супер маленькая и позволяет залезть даже вообще в самые-самые такие вот зоны труднодоступные и делает этот прибор таким хорошим и таким уникальным. Это его супер свойства. Да, здесь есть режим пилинга, естественно, традиционный. У него, кстати, обратите внимание, у этого прибора есть одно свойство. Это не всегда плюс. Я вам сейчас покажу разницу в сравнении. У него коротенькая лопаточка. И когда вы им работаете, а им же нужно работать под углом 45 градусов, получается, что очень бывает соприкасается вот эта вот пластиковая часть с кожей и прям активно на себя начинает собирать гель. А вы помните, да, что по гелю мы используем эти приборы. Вот это, наверное, такой единственный небольшой недостаток, который я бы хотела отметить. И это основное преимущество прибора – это его вот эти вот сменные насадки. И плюс еще, кстати, гуманная цена. Да, у него очень скромная упаковка. Он вообще такой, по-моему, в крафтовом картоне. Минимальная комплектация, но у него и минимальная цена. Поэтому, если, например, у вас проблемы с лопаткой, с большой, вам не подойти к каким-то местам, то посмотрите. А, кстати, у него нет мешочка. Ну, тоже, может быть, для кого-то это важный момент. Следующий прибор, у него уже мешочек есть. Это ГЭС, который называется Экзотик. Вот здесь, кстати, очень важно обращать внимание на то, как вам удобно прибор заряжать. Потому что у этого прибора вы просто его кладете на стол, подключаете зарядку, заряжаете. Здесь уже это более эстетически красиво выглядит. Здесь такой более интересный пластик, более яркий цвет. Вот он, эта же подставка, она же и зарядка. Он эргономический. Не просто вот круглая такая галечка, а он такой, знаете, эргономической формы. Тут эти две пластинки. Обратите внимание, сразу же гораздо более длинная лопатка. У этого прибора больше функций. Здесь у нас ультразвук, дезинкрустация. Это хорошо. Он чистит. Благодаря этому гораздо лучше, чем предыдущий на самом деле. Микромассаж фонофорез, ионофорез, ионное очищение и хромотерапия. Сюда добавлено. Он стоит дороже. Его недостаток в том, что здесь мы не можем переключить уровни мощности. Нет адаптера в комплекте. Частота у него 25 кГц. Мое мнение. Я считаю, что за света вот эту фототерапию, за фонофорез, шимофорез не надо доплачивать. Вот мое личное мнение. То есть я бы на самом деле для себя выбрала бы аппарат, который бы прям умереть не встать, как чистил, и пусть у него там будет этот ионофорез, шимофорез. Но не доплачивала бы за эти функции отдельно. Потому что если сравнивать, как чистят два эти аппарата от ГЭС, я бы сказала, что чистят они плюс-минус одинаково. Только вот этот удобнее тем, что у него длиннее лопатка. Причем ощутимая длиннее. Вот если мы с вами посмотрим в сравнении. Вот прям существенно лопатка длиннее. Это прям видно. И это на самом деле удобнее. Вот такая мелочь. А я на нее стала со временем обращать внимание. Вот эти доп-функции мне лично не нужны. А аппарат они делают дороже. Дальше мы с вами смотрим. Нам нужна вот эта эргономика особенная. Нам нужна вот эта подставка. Может быть кому-то вообще удобнее просто убрать и 300 лет его не видеть. Нам нужно, чтобы у нас мешочек был. Чтобы мы с собой могли его брать. То есть да, здесь стильный дизайн, очень классная упаковка. Но на мой взгляд, немножечко лишние функции, которые делают его дороже. Рэдискин. Рэдискин это прибор, с которым мы с вами... Вообще бренд, с которым мы знакомы очень давно. У них тоже ультразвуковой прибор на подставке находится. У них, кстати, такая интересная система, что если вы его вставляете сюда, он очень надежно крепится. У него есть тоже фирменный чехольчик-мешочек в комплекте. Мне, кстати, очень нравится, как выполнен этот прибор. У них, смотрите, такой не пластиковый, а силиконовый чехольчик. И он сам по себе, когда вы его снимаете, как бы полирует вот эту поверхность. Опять же, обратите внимание, длинная и тонкая лопатка. Не слишком загнута вот эта часть. Она бывает очень загнута. И нужно так немножко выламывать руку, чтобы правильно поставить прибор под углом 45 градусов. У него очень приятный пластик. Не надо умышленно держать пальцы на пластинках, потому что пластина сзади. И хотите, не хотите, даже если вы как-то его взяли, вы все равно соприкоснете с этой пластиной. Это, кстати, тоже такой важный момент, потому что держать руки, пальцы строго на пластинах, как вот на других моделях, это бывает не всем удобно. И бывает, что руки так или иначе у нас соскальзывают. У этого прибора 5 режимов. Нажимаете вы кнопкой включения, аппарат начинает работать. И дальше, кстати, есть функция увеличения и уменьшения мощности. Вот это вообще очень здорово, и это есть далеко не на всех процедурах. Здесь ультразвуковой пилинг, здесь дезинкрустация. А это самое главное. Важнее ничего нет. Ионофорез, ультразвуковой массаж, кстати, имеет место быть. И так называемая функция лифтинга. Но она есть везде. Это когда вы переворачиваете лопатку и обратной стороной. Что мне нравится? Здесь нет фонофореза, шмонофореза. Не реализовать эту функцию полноценно вот в таких вот гаджетах. Она просто прибавляет к стоимости. Ценовая категория примерно как у других дорогих ультразвуковых чисток для лица. Здесь есть функция автоотключения. Для кого-то это будет минусом, кстати. Потому что функция автоотключения есть далеко не у всех приборов. Здесь 30 кГц у него частота ультразвуковых колебаний. Мне нравится, как он сделан. Очень качественно. Хотя, кстати, и другие приборы тоже очень качественные. А вот, кстати, смотрите. То есть, если мы сравниваем дешевый ГЭС. Здесь вот такие вот люфты по корпусу. И более дорогой Рэди. То он как будто бы выполнен лучше. А ну-ка мы возьмем сейчас сравним по этому показателю с экзотиком. Но экзотик выполнен очень хорошо. Но он значительно дороже. То есть, у экзотика тоже нет никаких проблем с корпусом. То есть, ну, он как вот должен быть выполнен, так и выполнен. Здесь еще раз повторюсь. Мне нравится лопатка. Лопатки тоже обязательно смотрите. Потому что лопатки имеют, бывает, разный угол наклона. Вот сравните здесь и здесь. Вот здесь лопатка гораздо более загнутая, чем вот здесь. Мне больше нравится, когда она не настолько загнута. Поэтому я выбираю для себя, вот с опытом так получилось, устройство с более длинными, тонкими лопатками. Очень важно, чтобы она прям тоненькая была. Фактически, как лезвие. С не сильно загнутым вот этим вот концом. Потому что функции лифтинга я не пользуюсь обычно в таких приборах. Все, что мне нужно, это чтобы он качественно чистил. И чтобы им удобно было пользоваться. Вот здесь есть и первое, и второе, и третье. И нет для меня лишних опций. И здесь очень важно. Это момент, что вы можете увеличивать, уменьшать мощность. Вот это тоже очень здорово. Поэтому, когда вы выбираете себе такие приборы, ориентируйтесь на то, как изготовлено. Цвет, дизайн. Это тоже, кстати, очень важно. Нужны ли вам какие-то спецопции в виде сменных насадок? Нужны ли вам какие-то дополнительные лифтинг-опции? Если это ваш единственный, например, прибор, вполне возможно, что да. Если у вас уже есть микротоки, ЕМС, то-сё, пятое-десятое, не надо толком за них заплачивать. То есть у вас есть приборы, которые хорошо реализуют эту функцию. Смотрите на мощность. Нужно ли вам адаптироваться? И, может быть, вы используете один и тот же прибор для разных членов семьи. Тогда, может быть, вам нужно регулировать мощность. То есть вот на такие параметры я бы рекомендовала вам смотреть. В основном, главное, что должны делать эти приборы, больше ничего от них не требуется, чтобы они качественно чистили. И поверьте мне, когда такой прибор качественно чистят, разница с тем, что происходит в кабинете у косметолога, если вы сделали всё правильно, вы очистили кожу, вы провели процедуру дезинкрустации, кстати, смотрите, чтобы функция дезинкрустации была в таких приборах, потом вы прошли саму ультразвуковую чистку, следили за тем, чтобы гель нигде не высыхал, потом, например, после этого сделали закрывающую маску. Разницы вот лично для меня между тем, что делает косметолог, и то, что вы можете сами делать дома, особенно если вы это делаете регулярно, нет никакой. Ещё одним вопросом, но, скорее всего, это вопрос с подковыкой, а правда ли, что шёлковые наволочки или вообще шёлковое бельё для сна отличается чем-то от другого? Ой, скажу вам на своём опыте. Никого, да я думаю, не смутит, Airy Silk дарит блогерам подарки, присылает какие-то их новинки, и, естественно, что-то остаётся, иногда у меня появляются какие-то дубли. Я в этот Новый год активно подарила многим своим коллегам, подругам, родственницам шёлковые принадлежности от Airy Silk. Никто не остался равнодушен. Были люди, которые удивились, которые сказали вау-вау-вау, и действительно шёлковое бельё подарить, будь то бельё для сна, или это может быть шёлковая маска, шёлковые резинки, шёлковые наволочки. У Airy Silk ещё появились шёлковые полотенца для лица. Это всегда такая эстетика, это всегда удовольствие. Если мы с вами говорим про то, как Airy Silk вообще упаковывает свои изделия. Это отдельная история. Посмотрите, у них появилась новинка, это я себе оставлю и ни с кем не буду делиться. Это шёлковое вот такое вот полотенчико для лица, и вы посмотрите, как оно исполнено. Вы посмотрите на качество этого шёлка. Когда вы прикасаетесь к лицу этим шёлком, это такое наслаждение. Шёлковые наволочки у меня есть в разных цветах, я на них действительно сплю. У меня есть фуксия, у меня есть белый с такими лиловыми разводами, у меня есть цвета слоновой кости, у меня есть тёмный. То есть я действительно активно сплю на их наволочках, очень их люблю. Во-первых, потому что волосы меньше электризуются. Во-вторых, если, например, вы пользуетесь автозагаром, вот как я им пользуюсь, вы точно сейчас скажете, что в шёлковую наволочку автозагар меньше впитывается, она не пачкается. Вот это абсолютная правда. К 8 марта у бренда появляются новинки. Посмотрите, какая у них маска для сна. Появилась в таком, знаете, цвете Купер. Очень красивым. У меня есть фуксия и бежевая, я с удовольствием ими пользуюсь. Уникальность этой маски для сна, что она шёлковая с двух сторон, у них модификация появилась вот с такими вот выемками, очень удобными, и с удобными, мягкими, такими подушечками. И здесь бархатная резинка, которую вы сами можете регулировать. Я перепробовала, клянусь вам, разные маски для сна. Зимой, вот сейчас сезон, это не так заметно. Если вы жили когда-нибудь в Санкт-Петербурге, вы знаете, что такое белые ночи, когда тебе фактически свет дневной лупит в окно, и ты не можешь уснуть. Вот тогда я оценила, что такое маски для сна. В Москве это тоже для меня актуально, потому что здесь солнце мне начинает в окно лупить в 4-5 утра. Ну хотя бы не с часа ночи, уже светло, и на том спасибо. Поэтому сейчас наступит сезон. Для меня маски для сна это мое просто спасение абсолютно. Иначе я просыпаюсь утром, в 4-5 утра. Ну и, конечно, лимитированные наволочки для того, чтобы поздравить женщин с 8 марта. Они упакованы так, что вам ничего уже не нужно упаковывать. Посмотрите, какая красота. Конечно, Эрис Силк вдохновили меня на то, чтобы подарить эту наволочку кому-то, но у меня есть глубокое подозрение, что кто-то останется без подарка, потому что я купила себе совсем недавно вот такого синего красивого лазурного цвета белье. И эта наволочка, к сожалению, для кого-то, из тех, кому это должно было достаться в подарок, чувствуется, останется у меня. Простите меня, Эрис Силк, но мне кажется, что это останется у меня, потому что это очень красиво, это невероятная вообще эстетика, это качество шелка, как при этом чувствуют себя волосы, как при этом чувствует себя кожа. Спать на шелке, ну, господа, это действительно привилегия господская. Когда вы лежите на шелке, а мне еще подруга моя подарила на Новый год от одного именитого бренда одеяло шелковое, ну, премиальный там бренд и всякое такое, и шелковое там же такая простыня, и у меня теперь еще и шелковые налочки. Я сплю как госпожа просто, понимаете? А еще у меня подушки есть от одного тоже именитого бренда. Если не на ортопедических я сплю, то на этих они тоже шелком набиты внутри, и снаружи они тоже шелковые, шелковые налочки. В общем, я о шелке, о сне на шелке, наверное, знаю лучше всех, потому что это такое удовольствие, такое наслаждение, а самое главное, знаете, если не уходить в дебри о том, что шелк, там волосы блестящие, кремы, шелк – это тот удивительный материал, на котором зимой не жарко, он впитывает влагу, а летом приятная прохлада от него. То есть он как-то умеет поддерживать температуру, особенно если у вас качественное белье, вот на котором вы спите подушка, одеяло, он действительно поддерживает вот эту температуру, и вам всегда комфортно. И вот это приятное скольжение кожи, контакт кожи с шелком, для меня вот это преимущество номер один. У меня, конечно же, есть уникальная скидка 15%, вы найдете всю информацию внизу в инфобоксе, и это будет самая большая скидка, которую вы можете получить на сайте. Приятных вам покупок, поздравляйте своих любимых и близких с грядущими праздниками. Поверьте, шелк – это всегда беспроигрышный эстетический подарок, в чем-то даже интеллектуальный подарок, демонстрирующий ваш хороший вкус и ваше хорошее отношение к тому человеку, которому вы это дарите. И последняя тема, которую я бы хотела в этом видео затронуть, это тема карбокситерапии инъекционной. Я в своем телеграм-канале сделала пост, рассказала о том, что я прохожу сейчас курс инъекционной карбокситерапии. Это не карбокситерапия, когда активатор, гель, пощипывает лицо и так далее. Это другое дело. Делается на специальном аппарате, сейчас этот аппарат вам покажу. Это действительно делается иглой. Два маленьких прокола и поддается газ. Это большое такое устройство с огромным баллоном. Газ подается в верхнее веко и в нижнее. В моем случае я обрабатываю именно переробитальную зону, потому что у меня в пигментации некоторая отечность есть в этой зоне. Но карбокситерапия обрабатывается и в другие зоны. Например, последний раз я сделала, и тоже, может быть, планирую пройти курс, если вытерплю, в зоне над коленями, где, вы знаете, такая жировая ловушка, жировой пакет нависает. Почему я сказала, если я вытерплю? Это очень больно. Это больно. Под глазами это еще хотя бы как-то терпимо, хотя многие просят анестезию. Это неприятно еще и потому, что здесь прямо от этого газа такое чувство распирания, прям давление на глазное яблоко. В зеркало на себя в этот момент лучше не смотрите, потому что у вас надувается буквально нижнее верхнее века, и вы чувствуете, что вы не можете открыть глаз, но за несколько минут это спадает, и вы выходите из кабинета, ничего не видно вообще. Делается этот прокол для того, чтобы поработать с качеством кожи очень поверхностно. То есть игла должна блестеть на поверхности кожи, игла не должна уходить в подкожевую клетчатку, потому что у карбокситерапии есть два таких главных показателя. Это осветление кожи и тонус кожи, это то, что делаю я, и это минимизация подкожевой клетчатки, это то, что я делаю в зоне над коленями. Если ввести этот газ, а организм воспринимает это как гипоксию, когда у нас избыток, и начинает принимать соответствующие меры, если ввести подкожевую клетчатку, например, под глазами, у меня в телеграм-канале писали, у меня было осложнение, у меня глаза впали, будет минимизироваться подкожевая клетчатка, действительно. И если это сделать не вот по этой технологии, а ей владеют, кстати, немногие, потому что большинство глубоко колят, то действительно глаза будут западать, и вы получите совершенно не тот эффект. Ну, под глазами, кстати, удивительно, но я хоть как-то это терплю дело. Над коленями это очень больно. Я даже не знала, что это такие чувствительные зоны. Вот здесь уже игла вводится достаточно глубоко. Насколько я успела через эту боль проследить через четыре прокола, два с одной стороны, два с другой стороны, вот по отношению к колену я имею в виду. Если от карбокситерапии под глазами я заметила где-то разницу уже со второй инъекции, заметили коллеги мои на работе, сказали, ты стала выглядеть свежее. И действительно, я стала замечать, что я чуть меньше консилера накладываю, но я думаю, что если это некоммерческая тайна, я попрошу у клиники фотографии до-после, которые они делали, и вам продемонстрирую наглядно. Пока что я довольна. Я действительно бы сказала, что кожа выглядит свежее. Не могу сказать, что там морщины какие-то ушли, еще что-то, но совершенно определенно кожа выглядит свежее. Карбокси, насколько я знаю, в нижнюю треть колется, в любые места жировыми отложениями. Кто-то делает для кожи тела для тонуса. И есть прям, я видела фотографии в этой же клинике очень хорошей, на достаточно зрелых людях, когда они прямо в таком вот тонусе и говорят, что, по крайней мере, врач мне сказал, что вот эти пациенты ходят только на карбоксе. Они не ходят на РФ, они не любят вот эти вот процедуры, условно говоря, которые там сопряжены с какими-то осложнениями или вокруг них, да, все-таки ходит эта информация об осложнениях, о том, что там варится белок и так далее. Они ходят только на карбоксе. И вот только на карбоксе у них такой вот результат. Причем даже при достаточно таком неостыничном, скажем так, телосложении. То есть дама явно в чуть большем весе, но выглядит она такой очень плотной кожи, то есть нерыхлой. И это такой важный результат. Над коленями я пока что ничего не заметила. Я несколько еще подумаю. Может быть, я к какой-то другой альтернативе прибегну, потому что правда очень больно было. И не знаю, может быть, я попробую обсудить с врачом какую-то другую альтернативу, как убрать эти жировые ловушки, потому что правда больненько. А результат он не то, чтобы не гарантировал. Но знаете, это не тот же результат, что от криотерапии. Когда от криотерапии жир, даже в зоне жировых ловушек, он не возвращается. То есть та часть адипоцитов, которая погибла, она погибла. А после карбокситерапии она спокойненько может вернуться. Поэтому здесь такой вопрос, а стоит ли терпеть эту боль, если можно подкопить и сделать гораздо более результативную процедуру. Кстати, кто убирал эти жировые ловушки над коленями, напишите, пожалуйста, что для вас было самое такое результативное. Потому что фитнес, все я это делаю, но это не помогает. Они все равно остаются. То есть жировые ловушки, они потому и называются жировыми ловушками, что вот они есть и есть. Ты уже весь похудел, весь уже такой, весь бельведерский, уже там кубики на животе. А эта фигня все свисает и свисает над коленями. Поэтому я стала задумываться над тем, как ее брать. Я, кстати, в ближайшее время вам покажу, что из косметики я стала использовать, в том числе, чтобы помогать вот этим дренажным процессам. Если вам это интересно, тоже, пожалуйста, напишите. Потому что я прям ногам, вот тем местам, которые мне не удается скорректировать с помощью фитнеса, а я занимаюсь дома. Это искренняя правда, что называется вот вам кресло, я занимаюсь дома с помощью Фитстарс. Я очень подсела вот на эту программу, мне это очень удобно дома делать. Еще я хожу на ЕМС-тренировки, это когда костюм на тебя надевают, но это же не постоянно. И вот последние два месяца хожу в клинику, чтобы что-то скорректировать определенные зоны, которые, ну, никак мне вот не получается. Если вам интересен мой путь, вот такого совершенствования тела, что мне понравилось, что не понравилось, я вам расскажу. Для лица я ничего пока что больше не делала, кроме инъекционной карбокситерапии. Если что-то... Ну, и губы, естественно, я подкалываю. Если что-то я сделаю, обязательно вам расскажу. То есть, как вы видите, я ничего не скрываю. Ну, вот ответила на ваши вопросы, надеюсь, что вам это было полезно. Спасибо, что оставались со мной и досмотрели до конца. Всего хорошего. Пока.